Да, добрый день. Значит, сейчас мне включат презентацию. Вот. И да, замечательно. Меня уже представили. У меня бэкграунд как раз айтишный. Я до сих пор работаю в IT-проектах минимум наполовину. Да. И, собственно, именно это мне помогает разбираться в разных предметных областях и служить коммуникатором между разными областями. И тут я специализируюсь по современному менеджменту, основанному на самоуправлении, самому разному. Подробнее обо мне можно прочесть на сайте, где дофига всяких материалов. Будут ссылки. А теперь, собственно, к докладу, поскольку у нас не так много времени. Значит, менеджмент развивается быстро, и State of War не фиксируется. Более того, развитие ветвящееся. Ветви отпочковываются, и каждый из них идет в своей логике, причем очень далеко, и вот сборки, никакой общей сборки, в том числе терминологической, не выдерживается. А практики и все ветви неполные. Практики собирают менеджмент предприятия из разного. Значит... И это правильно. И это правильно, да. Вот. За один доклад нарисовать State of War невозможно, и более того, он устареет сразу после доклада через неделю минимум. Вот. Зато можно попробовать положить все это на единые схемы, тем более, что есть прецедент. ОМГ Эссенс сделал это для IT-менеджмента, и получилось более-менее удачно. Можно комбинировать, расширять своим и так далее. Я попробую сделать то же самое для менеджмента вообще, пользуясь теми же схемами, плюс расширить современным видением, потому что Эссенцу уже больше шести лет. Итак, схема Эссенс в перерисовке Анатолия, но не полностью. Значит, я хочу сразу сказать, что все отличия не случайны, а продуманы, и то, что вот стейкхолдеры, а не внешние проектные роли, есть основания у меня в этом докладе. Да, дискуссии известны и так далее. И в этом смысле я готов там детально обсуждать и прочее. Но, во всяком случае, в этой схеме замечательно то, что она по замыслу тех, кто ее создавал, работает и для разработки нового, для новых проектов, и для этапа эксплуатации. Более того, она различается на самом деле много различий масштаб объектов и скоростью их движения по схеме. Масштабы задач, масштабы систем. У нас целиком система или ее фича движется, возможность, чтобы вывести новый продукт и завоевать рынок, или возможность вот скушать еще кусочек целевой аудитории и так далее. И, по сути, на одну схему положили процесс и project management. И это дает возможность использовать это и в комбинированных потоках, в том числе в кейс-менеджменте. Потому что, если мы нарисуем вот в двух дихтомиях, как любят, квадратики 4х4, типовые ситуации против особых случаев и процедуры и регламенты против компетентности и опыта, как то, за счет чего обеспечивается исполнение работ, то у нас получаются два таких вот треугольничка уверенной области процесс-менеджмента и project-менеджмента. И между ними такая вот диагональка кейс-менеджмента, на одной стороне которого врачи, юристы и исследования, а на другой вип-проекты, вип-клиенты, проекты с особыми условиями. Вот. И вот так вот оно все живет по той схеме. Что эта схема дала принципиально нового? Она в объект управления, который рассматривается в рамках проекта, включены заказчики. Не как контекст деятельности, то есть про заказчиков, естественно, везде в учебниках менеджмента написано. Но там оно написано в залоге контекста деятельности. А здесь они становятся важной составляющей деятельности и частью объекта управления. И хороший пример, вот в project-менеджменте, если мы строим новый бизнес-центр, и, естественно, задача того, кто его замыслил и профинансировал, потом сдать его в аренду и получить на этом прибыль. Ну, сначала отбить инвестиции, потом получить прибыль. Если мы это раскладываем в project-менеджмент, то проект – это просто построить бизнес-центр. А сдать в аренду вынесено за рамки этого проекта в программе. Я об этом писал статью для профессионального журнала, и те, кто занимается вот PM-ом, ну, сертифицированным, они это сказали, что да, так оно и есть. И это известная проблема. Вот. В данном случае вот вовлечение как раз принципиальная новизна схемы, вовлечение области заказчиков, области предпринимательства внутрь объекта управления. И на этой схеме можно рисовать поток создания ценности, который как раз, вот, лин, он различает task flow и value flow и убирание бесполезных задач. Вот. Вот эта схема, она как раз это позволяет делать. Появляется дополнительная стрелочка, что воплощение системы не просто дает возможности, а удовлетворяет стейкхолдеров, и мы об этом еще поговорим. И я хочу сказать, что вот работа с цепочками, с потоками ценности, она сейчас существует в двух вариантах. Есть классический производственный лин, и есть айтишный канбан от Андерсона, который фактически от канбана взял название, а есть оригинальная сборка из разных методов. И, по сути, пересобран для умственного труда айтишный лин и айтишный канбан для умственного, а не для физического труда. Это в контексте современного цифрализации и переходе к преимущественно умственному труду надо различать, когда мы работаем, ну и собираем наш менеджмент из практики. В разных проектах, деятельностях оно по-разному. Итак, про удовлетворенность стейкхолдеров. Я об этом делал отдельный доклад в семнадцатом году, и фишка в том, что изменение это произошло, по моим оценкам, оно свеженькое, в двенадцатом-тринадцатом году на фронтире, ну а потом как-то распространялось. Не знаю. Значит, тут надо смотреть на факты и на конкретную историю, потому что работа со стейкхолдерами, в принципе, была всегда и в классическом менеджменте. Критерию респектной системы телескхолдера, системной инженерии в явном виде. А в САВТЕ не было почему-то. Кстати, одна из немногих штук, которая из железа пришла в СОВ, а не наоборот, потому что всегда ровно наоборот из САВТЕ в железо, а тут же да. Окей, тут я опираюсь на мнение специалиста, да, в САВТЕ в двенадцатом году. В САВТЕ в двенадцатом году, потому что в САВТЕ в двенадцатом году и там тоже были огромные дебаты. Там в этих дебатах тоже у тебя стали софтверщики же, да, но по поводу Желерной, они раньше это протестировали. Потому что, значит, и военные проекты большие, и не в ДАШ. А в САВТЕ пытались. Да, и, собственно, МГС, тут вот некоторый вольный перевод жизненного цикла со стандартного, вот, как раз область удовлетворенности стейкхолдеров на финальных стадиях и стейкхолдер, и аппотюнити, она есть. Вот. И в этом смысле мы, когда раскладываем жизненный цикл проекта по ролям, мы должны понять, кто этим занимается, и кто отвечает на вот эти вот все вопросы, многочисленные, которые как раз гарантируют, что мы не просто выполним объем работ, а мы принесем то самое ценное вэлью, которое стейкхолдеры оценят. То есть мы явно пишем систему в окружении. Да. А не просто так, за две системы. Вот. И когда мы говорим про современный менеджмент, про state of art, вот эту разницу надо явно учитывать, показывать, уметь представлять. Дальше есть отдельный вопрос, кто создает описание системы. Опять же, если мы берем классические подходы, то создание, конструирование описания системы очень часто фактически делают отдельным проектом. Вот так вот это дело встраивая, да, и отрывая от разработки. И вот проблема этого проекта состоит в том, что устройство системы, фактически документы и описание, нельзя верифицировать на практике. И IT с этим столкнулась в полный рост. Известны многие карикатуры на эту тему. И известны многие кейсы с печальным совершенно попаданием в результат. Вернее, не попаданием. Вот, да, вот. А, собственно, именно вот на таком вот выносе и основан классический проектный подход. Он хочет всю неопределенность, связанную с неокром и прочее, вынести в проектирование, чтобы спецификация ее устраняла. Там, где не устраняла, были выписаны риски. Вот, а производство было уверенно. И дальше проектный менеджер в своем проектном треугольнике это все контролировал. Фишка в том, что так не работает. И фактически, если мы опираемся на вот, смотрим, как работает, то у нас тут получается, что мы одновременно создаем и описание системы, и ее воплощение. И есть работы, которые относящиеся к тому и к другому. И более того, последовательность, ну вот в современных жизненных циклах последовательность может быть разная. Вполне может быть, что описание как артефакт, ну воплощение, да, артефакт потом. А что же раньше? Мы же не можем воплотить то, что неизвестно. На самом деле есть идеальный объект, образ системы. И вот он-то всегда раньше. Мы сначала придумываем, а потом делаем в каком-то железе. Это не есть вью, а когда вы описали, это документация. Да. И вообще это как бы, когда внимательно рассматривать, оно различается. То есть вот это описание вью, и артефакты, которые реализуют вью. Вью – это образ. Да, но вью может не существовать в артефактах. Конечно. Может существовать только в головах. Описание вью не существует. Да. Потому что там же написано описание системы, а не документация системы. Понятно. Это вопрос терминологии. Да, вопрос личный. Потому что, ну для меня, описание – это всегда артефакт. Это могут быть личные проблемы терминологии и коннотации. драмы. Так все совсем связано во всех направлениях. О, и в этом смысле вопрос проявить важные связи. Другие, да. Поэтому он говорит, я как бы вот какие-то положил, чтобы не затуманить. Понятно. Я в учебнике это тоже повторяю. Да, значит, теперь дальше. Как раз тот вопрос, о котором вот был на схемке с процесс и проектом, про команду или про метод. За счет, на что делается ставка. Что обеспечивает успех? Успех. Метод, регламенты и процедуры, либо команда. По факту ставка может быть и на то, и на другое. Процессы призваны гарантировать успех даже при слабых исполнителей, ну или при заданных исполнителей. Это началось с конвейера Форда и даже раньше. Сейчас продолжается. Скрам делает то же самое. Это порядок бьет в класс обычная. Да. Но фишка в том, что учебники-то говорят наоборот. Во них почти во всех написано, что ключ к успеху – это команда компетентных исполнителей. И ежели вы ее не нашли, то у вас ничего не гарантировано. А особенность современного этапа состоит в том, что компетентные сотрудники недоступны. Для новых технологий они недоступны, потому что их просто нет в природе. Они не успели набрать свою компетентность. Но сотрудники компетентные в предыдущих технологиях, наиболее умные из них, пошли изучать новые, потому что им это интересно. Пошли в проекты с новыми. И поэтому на тех проектах предыдущей технологической волны тоже пришли некомпетентные новички. В лучшем случае им доступны эксперты. А в худшем случае недоступны эксперты. Ну, доступны книги, интернет, гугл, еще что-то с понятными гарантиями. У меня есть подробная статья с разбором этого. Но вот это надо понимать, что это системная проблема для всех, кто сейчас организует деятельность и надо жить в условиях некомпетентных сотрудников, управлять ею. и методы, которые вот мы используем, должны быть в том числе на это заточены. Команда — это такая же альфа, как стейк-колдеры в вашей биографии. Да, команда — это альфа. Их готовят до уровня компетентности. Да. Их готовят до готовности на пути. в ведущих, где только воплощение и описание предмета изменения и жизненный цикл воплощения и описания. А тут для всех им надо проходить свой путь со всеми ими работой. Кстати, метод тоже готовят. Да. И тут как раз... Метод готовят. Метода нет. Как с командой. Да. И тут вопрос, кто это готовит. Тут я хочу... Этот вопрос обойден на этой схеме. Они говорят, что рядом другая такая схема. Рядом, да. Или несколько схем. И тут я хочу обратить внимание на, наоборот, классическую штучку, классическую вещь, карту организации по Минсбергу, который отдельно в организации выделяет техноструктуру, в задачу которой и состоит это дело готовить. Если мы это нарисуем на схеме, то у нас получается вот еще одна такая альфа, действующая, субъектная техноструктура, которой стейкхолдеры задают требования, она совместно со стейкхолдерами определяет ставку, либо не ставку, а вот соотношение, что делаем на компетентности, что делаем на методе, и готовит и то, и другое. Но вообще чаще всего не альфа-техноструктура, а рисует рядом такую же диаграмму с системой в обеспечении. Значит, диаграмму с системой в обеспечении нарисовать можно, на мой взгляд, там будут какие-то аналогичные проблемы. И это правильно, что там будут аналогичные проблемы. Вот это вот скрывает те самые проблемы, когда мы говорим, ну вот придет техноструктура и нам поможет. Она... В той мере, в которой сможет помочь себе, то есть делает техноструктуру для техноструктуры. И вопрос, вот когда я это рисую на одной схеме, то вопрос разделения ответственности, он очень важный. Тут. Значит, при этом можно и по-другому. И если... Вот я об этом чуть дальше скажу. Вот. Теперь мы пойдем чуть дальше в продукт менеджмент. Продукт менеджмент, изготовление продуктов, он изначально в ОМГ Эссен заложен не был. По сути, там разделяются стейкхолдеры. От стейкхолдеров отделяются пользователи, которые стейкхолдерами, строго говоря, не являются в том смысле, если у нас массовый продукт, то у них право голоса есть очень интересное. Они могут его купить, не купить, использовать, не использовать. Вот. И в этом случае наполнение стрелочек меняется. Они, конечно, произвольные, но я вот к ним более четко отношусь. То есть стейкхолдеры в этом случае не дают возможности. Они видят или не видят гипотезы о них. И задача быстрой проверки гипотез, вот, включение в этот цикл, она очень важная. И по сути получается, что у нас предпринимательство, которое объединяется с менеджментом и начинает тесно, переплетается и идет короткими циклами. В этом смысле вот оно, наверное, не перестает быть отдельной дисциплиной, вот как физика и химия. Но если мы рассматриваем какой-нибудь двигатель внутреннего сгорания, реактивный, ракетный, то там в двигателе идет одновременно физико- и химический процесс, их нельзя рассматривать по отдельности. Вот. Как же разработки, потому что иначе найти ответ от него. И эта разработка тут, соответственно, в середине, естественно, и все это должно комплексно даваться, а не разбираться, что вот есть... Это функциональная схема, то есть не именно, а не как активная последовательность. И да, а следующий шаг отчасти в современном менеджменте, который мы делаем или параллельный, это переход к самоорганизации и самоуправлению, когда команда получает высокую автономность и альфы команды и стейк-колдер фактически сливаются, состоят из одних и тех же агентов. А организация начинает нести сетевую структуру вместо иерархической, это может много чего менять. На мой взгляд, state of art для самоорганизации, вот менеджмента, самоорганизации и самоуправления это социократия 3.0, потому что взяли старую социократию предыдущей версии и люди пересобрали ее с практиками и джайл, холократии, много-много современных достижений, это появилось вот совсем недавно, и пересобрали удачно, и в своей ветке, со своей по поводу удачности и те, которые из этих проектов наружу попадают, они не всегда свидетельствуют об удачности. Нет, в конкретном случае может быть по-разному, а пересобрали как идеальный объект, как state of art. Как утопию. Не как утопию. Вот на мой взгляд этот тезис как социализм. Не, 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 смотри, вот не так. Есть конкретные случаи, которые хороши, то есть есть прецеденты, когда это непросто. Дальше можно, конечно, кивать, что в этом случае у нас был тот человек, который все исправил уникальный, а метод хренов, но это уже вопрос более детальных исследований. То есть на мой взгляд случаи хороши. Вот. И тут вопрос, как на большом масштабе, если команда начинает быть высокоавтономной, делается координацией. Опять-таки есть современные практики ОКР, канбан, и вот то, что принесли практики самоуправления, это способ принятия решений через консент, который отличается от консенсуса и направлен на то, чтобы инициативные люди могли делать то, что хотят фактически, вот приоритет инициативам с минимальными препятствиями. Ну и в заключении доклада про Эджайл, он был заявлен в названии кое-где Мелькало, отдельным слайдом не появился, потому что он многопланов и принес много инноваций. И основная инновация, на мой взгляд, это новый формат фиксации метода как такового через ценности, принципы и совокупность практик. Этот же формат используется для современных методов самоуправления и самоорганизации и он означает следующее, что модель работы с корпоративной культурой становится обязательной составной частью метода. Ее нельзя убрать. На мой взгляд, по тому же произвольному выбору, по которой вчера было в докладе выбрана именно австрийская школа экономики, как State of Art для моделей корпоративной культуры, я называю спиральную динамику, дальше это вопрос отдельный, дискуссионный и вот за рамками. Но вот на мой взгляд... Зато понятно, потому что принципы это на самом деле теория, а ценности это гнезда для лидерства. Не совсем. Вот agile манифест, ну вот нифига там ценности это не гнезда для лидерства. Лидерство там отдельно, о лидерстве я тут ничего не сказал. Если нет ценностей, то трудно с лидерством подходить. То есть лидерство надо изобретать куда, а тут прям разъемы куда-то... Нет, лидерство вставляется не туда. Эволюция лидерства и его варианты. Я готов делать отдельный доклад. И у меня об этом есть статьи, но там все непросто. А все остальное оно известно. Итерация и обратная связь по созданной ценности, это постепенное втягивание предпринимательства в менеджмент, которое произошло. Скрам как метод фреймворк принесший успех. И там вот и разделение ответственности руководителя. Но самая главная фишка это жесткие предохранители против возврата к привычному во фреймворке. Они туда встроены. Ну а дальнейшее развитие оно по сути расширяло область применения, потому что у скрама она ограничена. На этом я собственно завершаю. Я попробовал собрать все как мог за это короткое время на единых схемах. Важно, что если мы говорим о курсах по системному менеджменту ну или по современному менеджменту и предпринимательству лидерству то вот эти все современные нельзя есть принципиальные вещи которые модель должна включить и в частности вот сплетение предпринимательства и менеджмента. Собственно все на сайте много материалов и статей у меня в том числе по этим темам я готов отвечать на вопросы. Еще лидерство вот то что техно вот эта схема фут как это с языка опять вылетела то что там рядом еще некоторое обеспечение которое это все изготавливает включая команду и включая работу со спецхолдерами это налажие какие-то да включая совмена за лечу то есть вот это входит сюда что ты когда приходишь в проект то нет того процесса люди ничего не знают тебе сначала проект надо готовить а потом уже в проекте там не сначала а одновременно в процессе ты уже там работаешь с предпринимателями и со всеми это то что у нас нет жизненного цикла одного только воплощения системы как было раньше да скажи пожалуйста что такое поподробнее как это объединять спецхолдер с командой это вот что означает значит объединение стейко ну вот в практиках самоуправления если мы берем ту же там холократию социократию команда является полностью автономной и она сама принимает все решения про себя и более того и каждый член команды сам принимает все решения про себя есть очень мне нравится чеканная формулировка что член команды интегрирует представление стейколдеров там и других этих самых лиц о приоритетах и сроках и приоритетах в собственные представления и действует исходя из них не только стейкхолдер член команды но он может подумать каждый может член команды подумать каждый ну не это в оригинальном Яковсона там прямо в бессминсе говорится что вы можете представить отдельного члена команды Альфу и он будет подальпой как стейкхолдеров так и подальпой команды но это по-другому это что же самое он сам является значит и других стейкхолдеров нет это по-другому потому что они вообще сливаются да они ну смотри потому что там стейкхолдеры сотрудничают одно и состояние а что такое сотрудничают сотрудник член команды ну вот вплоть до члена команды у меня вопрос по этому же поводу по этому же поводу вопрос а вот можно сказать что человек это вот один он да но он может выполнять функцию как одной роли так и другой роли он одновременно он одновременно выполняет функции обоих ролей и все коммуникации идут вообще говоря с учетом обоих ролей и вот как только у тебя получается что нет ну и по сути нет факта переключения между ролями у меня хороший случай у клиента когда народ разбирался с этой диаграммой разбирался разбирался потом сказали все нам все понятно а можем мы юриста нашего юриста включить в команду явно видеть почему юриста как бы там разработчики были это машиностроение было это же не важно ну понимаете на переговорах он ведет себя как внешняя проектная роль и работает фактически за клиента а нам надо чтобы он работал как внутренняя роль и работал за команду и вот это вот переключение оно в голове все равно есть но люди начинают понимать что хорошо бы чтобы все работали за проект да в ряде современных практик вот не нормально внутрь команды включить а в ряде современных практик там реально вот они сливаются до отсутствия явного переключения да и это лидерство потому что понятно что это прокол в лидерстве то есть юрист может выполнить роль юриста как бы нашего команды выполняет роль юриста не знаю врагов да вот еще вопросы я думаю что были вопросы относительно статей которые ссылки есть в докладе но я так понимаю слайды будут можно будет по этим ссылкам да слайды будут слайды я уже сегодня выложу на мой сайт со ссылками и вообще на сайте много чего есть спасибо большое